Суд руководств статьи 99-108 уголовного профессионального кодуса Российской Федерации постановил избирать обвиняемого Галиеву Ильфаку Розиковичу. Мир причинений в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 11 декабря 2016 года. Сегодня в суде обвиняемый не поднимал головы. Последующие два месяца он проведет в следственном изоляторе номер один. Постановление вам понятно. Согласно с ним. Судяное свидание объявляет закрытым. Преступление, совершенное задержанным, настолько шокировало казанцев, что сегодня история продолжала обрастать слухами. В соцсетях распространили сообщение, якобы девочка, ставшая жертвой 43-летнего мужчины, умерла. Но эту информацию опровергли. Напомним, пятиклассница, над которой было совершено надругательство, сейчас проходит лечение в ДРКБ. У меня там уже башка не соображала, что-то у меня сорвало. Ильфаку Галиеву предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Супруга задержанного сегодня сделала неожиданное заявление. Она не разведется с мужем и готова ждать его, пока он не освободится. Я не верю вообще ни в этом. Он тихо и спокойно был. У него вот трое детей, но со мной двое, два мальчика. Еще старше у него дочка. Он не мог это поступить. Он же был раньше уже судим, да, неоднократно. Вы знали об этом прошлом? Да, знала. Это же судим за попытки изнасилования, за 16-летние девушки. Может, эта девушка дала повод какой-то. Ильфак Галиев работал главным агрономом в одной из челнинских компаний. В Казань он приехал на учебу. В городе остановился в общежитии в Привожском районе. Как выяснилось, 14 лет назад мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за попытку изнасилования несовершеннолетней. Судом было принято решение заключить его под стражу сроком на три года и шесть месяцев. Однако тогда осужденному удалось выйти на свободу раньше. По условно-досрочному освобождению. В то время в местах не столь отдаленных Ильфак Галиев отсидел всего два года и девять месяцев. На этот раз, если вина подсудимого по отношению к пятикласснице будет доказана, ему грозит срок от 12 до 20 лет. Следователям предстоит выяснить, не было ли еще случаев надругательств, ведь его опознали еще две пострадавшие. Предполагается, что Галиев напал на женщину в Кировском районе и девочку в Советском. Эльмира Гляхметова, Айгули Замудинова, Андрей Ключников, Телеканал Эфир.